Кто такие вы? У них все прекрасно, у них там санаторий, они ездят в Крым отдыхать. Мы отстояли 440 человек. Многое ты бы сделал по-другому. Люди забивают болт на политику. Всегда все разговоры проходят в пивнушке. Провоцируют до рабочих заявлениями о сокращении. Раздача не должна быть ради раздачи. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Station Marks. Сегодня у нас в гостях левый профсоюзный активист Кирилл Сергеев. Он органайзер профсоюза «Новопров» в Петербурге и участник межрегионального профсоюзного проекта «Факел». Здравствуй, Кирилл. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Ну, собственно, ты сказал, главный, наверное, это органайзер. Что такое органайзер, надо пару слов сказать. Это, в общем, человек, который занимается тем, что пытается создать профсоюзные первички на предприятиях, и тем самым увеличить силу профсоюза, в котором он состоял. Это первая его задача. А вторая задача – это оживлять те первички, которые как бы загибаются, погибают, или которые не совсем правильно ведут работу. Помогать им проводить планы компании, добиваться успеха. Ты работаешь в «Новопрофе». Расскажи о своем профсоюзном опыте там. Ну, сказать, что я работаю – это неправильно. Я вообще работаю программистом, и моя работа никак не связана с профсоюзом «Новопроф». Но так получилось, что с 2013 года я участвую в профсоюзной жизни, достаточно активно, имею много связей. И мне нравится, как бы, и я хочу отдаваться этому в свободное время. Делаю органайзинг, так сказать. Ну, а конкретно в чем заключается работа органайзера? Ну, здесь, наверное, стоит привести какой-то такой полупример. Ну, допустим, он заключается в том, что мы… У нас есть задачи, а мы их выполняем. Какие задачи? Мы планируем на ближайшие полгода расширить, допустим, силу профсоюза в какой-то либо отрасли, либо на каких-то предприятиях. Дальше мы проводим их анализ, выбираем те факторы, те критерии, которые мы будем использовать для создания первички. И дальше строим план компании, в конце которой у нас должна появиться на этом предприятии такая боеспособная, живая профсоюзная первичка, которая способна выполнять какие-то задачи, в общем, бороться против работодателя, так скажем. Расскажи о каких-нибудь успехах, ваших неудачах. Ну, неудач и успехов было много. Успехов меньше, чем неудач. Но, наверное, я расскажу здесь о самом интересном успехе для меня. Вот, это в Омске. В свое время я занимался предприятием «Странсмаш». На нем нам удалось остановить в результате, наверное, полугодовой борьбы сокращение на предприятии. Мы отстояли 440 человек. После этого там возникла профсоюзная первичка, которая просуществовала где-то полтора года. На самом деле она существует до сих пор, но ее активное участие закончилось спустя эти полтора года. Но то, что мы отстояли эти рабочие места, тогда это был, наверное, мой самый главный успех. Ты не против, если мы чуть подробнее поговорим об этом примере? Итак, Омск «Странсмаш». Что это за предприятие? Что он делает? Какую роль он играет в городе? Это предприятие металлургическое. Как и все в нашей стране, имеющее советские корни, оно связано большей частью с оборонной промышленностью. Но в том числе, так как и многие предприятия в нашей стране, переоборудовано было в 90-е годы на гражданские рельсы. Производит оно продукцию разную. Ну, в общем, металлургическую различную продукцию. Например, колпаки для вагонов и стальные рельсы, так скажем, из гражданской продукции. Кроме того, там железные большие штуки, которые разбивают уголь на шахтах. Я не помню, как они называются. Ясно. Здесь сказалось, что вы решили заняться этим предприятием. Кто такие вы? На тот момент я занимался спортсоюзом крановщиков в Омске. И у нас было 3-4 человека, которые решили дальше способствовать развитию профсоюзов в нашем городе. И для того, чтобы распространить влияние профсоюзов, нам очень важна была солидарность на тот момент, чтобы те коллективные действия, которые проходили в профсоюзе крановщиков, поддерживали другие рабочие. В связи с этим мы массово начали печатать листовки, в которых рассказывали позицию нашего профсоюза крановщиков на тот момент. И ходить по предприятиям города Омска. В какой-то момент я пришел на проходную с Трансмаш, начал там распространять листовки. И вот так завязались у меня контакты на этом предприятии. Но это очень интересно. Расскажи, как завязались контакты? Какие были первые рабочие, которые пошли на общение с тобой? Ну, это было... Вообще, нужно сказать, что на тот момент мы считали, что это предприятие не очень выгодное с точки зрения профсоюзного органайзинга. Потому что, ну, ходили слухи о том, что на этом предприятии люди получают под 70 тысяч рублей, о том, что у них все прекрасно, у них там санаторий, они ездят в Крым отдыхать. И вообще, как бы у нас государство... Это был 2014 год, и у нас государство на тот момент очень большие деньги вкладывало в оборонную промышленность. И на этом предприятии действительно было много заказов, и действительно зарплаты там у некоторых работников взлетали. Я пошел туда случайно, мне было интересно, я пришел с этими листовками, первый раз я их раздал вообще 10 штук, потому что я боялся, как бы, разговаривать с незнакомыми рабочими в темноте, это было так немножко странно. Второй раз, я помню, вот эта огромная толпа рабочих, которые проходят, я тоже стоял один, там, как такой секретный ребен, вытаскивал листовки из кармана. Ну, в общем, сейчас бы я так не поступил, но в какой-то момент, после, по-моему, трех раздач, это примерно мы раздали тысячи, тысячи полторы листовок, в том числе газету просто из «Навигатор», которая тогда просто из «МПРА», в которой я входил, раздавали. В какой-то момент на меня вышел человек, просто сказал, что, в принципе, ему интересно то, что мы пишем, и он хочет в этом поучаствовать. Мы на остановке в пивнушке, да, как всегда, все разговоры проходят в пивнушке, мы сели за столиком, выпили чай, и он рассказал, что он работает мастером на этом предприятии, его тоже заботят эти проблемы, он так считает, что их можно не решить, и он спрашивал, чем вообще я занимаюсь. Как-то вот так завелся контакт. Ты сказал, что сейчас сделал бы по-другому, как бы ты сейчас построил первоначальную работу с предприятием? Ну, первое, я бы не ходил никогда один, это главное просто из номера органайзинга, не ходить одному на проходную. Во-вторых, конечно, не вести себя так, как вел я себя на тот момент, то есть это была молчаливая раздача, это вообще за то, что бьют по рукам пары органайзинги. Раздача не должна быть ради раздачи, это должно быть общение с рабочими, это должно быть не ради массовости раздачи, а ради выяснения требований, выяснения их интересов, подходить к курилку, завязывать разговоры. То есть я бы пытался максимально завязать контакт, это первое. Второе, не было никакого анализа. Мы просто знали там какую-то информацию, но мы не вырыли в интернете, кто собственник, не разбирались во всех ее производственных связях, мы не разбирались, какие еще просоведи существуют на предприятии, сколько там работников, то есть этого анализа не было, и это впоследствии дало негативный результат. И как разворачивались потом события на Трансмаше? В начале мы взяли такое тоже неправильное требование, которое не нужно было брать, но я взял его просто потому, что мне было интересно. Это, собственно, индексация заработной платы. Там заработная плата с 2005 года не повышалась. Это было ясно по квиткам заработной платы, которые мы проанализировали у рабочих. Было видно, что она как бы индексировала заработную плату, но из-за того, что одновременно снижалась премия надбавки за мастерство и остальное, она оставалась тоже самая. Мы решили взять это как основное требование и решили провести такую компанию, в которую я не верил, не верю, что что-то получится. Но задача была следующая. Выйти с требованиями к работодателю, одновременно провести какие-то коллективные действия. Например, все пошли бы с красными повязками, на которых написано, мы как бы за индексацию заработной платы на рабочие места. А во-вторых, собраться прям толпой в обеденное время перед кабинетом руководства и как бы прозондировать эту почту. Это все, не знаю, на мой момент это было немножко смешно и неправильно. Но в какой-то момент этой кампании, которую мы планировали, руководство пустило слух по заводу о том, что грядут большие сокращения, причем самые большие грядут именно в тех цехах, в которых у нас завязалось огромное количество кампаний. И я решил переориентировать кампанию на борьбу с сокращениями. Это было самое интересное. То есть к этому времени рабочие вас уже активно поддерживали? Ну, не сказать, что активно поддерживали, но у нас было много контактов. Мы общались, ездили кому-то домой, не знаю, встречались там вне рабочее время, шли разговоры, они уже узнали, что мы там никакие не шпионы, там не люди, которые хотят на них заработать деньги, а действительно как-то хотят помочь и чем-то для этого обладают. То есть да, у нас были контакты. И в это время работодатель, по сути дела, провоцирует до рабочих заявлениями о сокращениях. Да, он не считал на тот момент, что, в принципе, это что-то интересное, не боялся этого, и поэтому смело пустил слух от того, что будут сокращения. Так это обычно делают на предприятиях, чтобы вызвать раздрай среди рабочих, воспользоваться этим и поднять кого-то повыше, потому что кто-то сильно останется. Но на тот момент у нас было два крупных успеха. Мы выявили всех неформальных лидеров в главном предприятии, и мы выявили производственную схему, каким образом производится, собственно, металл на этом предприятии, какие главные нужно остановить рабочие места для того, чтобы оказать наибольшее влияние. И когда об этом пошел слух, мне сами позвонили рабочие и говорят, ну давай без всяких вот этих историй, давай разработаем нормальный план компании, по которому мы сможем это достичь. Вообще возможно или невозможно? Ну, я тогда сказал, что возможно, хотя тоже в это не верил. Но пришел на первое собрание, предоставил нам план, и мы начали по нему работать. И в чем заключался в общих чертах план? Да, там было много конкретики. Я, как помню, это собрание, на нем три лиска А4 я принес. На первом был план, на втором было вступление в профсоюз, на третьем был пустой, что замечания писали. План состоял из трех главных пунктов. Первое, до объявления сокращений преподнести работодателю свою точку зрения, что мы с этим не согласны, и предоставить ему альтернативную точку зрения, на то, что окей, ну раз сокращения не избежать, то давайте тогда за то, что работники так долго на вас работали без индексации заработной платы, давайте пять заработных плат при увольнении. Это первое было. Второе, о том, что преподнести эти требования от лица профсоюза и вызвать его на переговоры, чтобы показать нашу адекватность, что мы не просто как бы бастуем, а мы хотим чего-то добиться. И дальше, если это не выходило, то выйти уже на уровень города, поднять как бы этот вопрос на уровень города пикетами, митингами, после этого перейти к итальянке, непосредственно предприятии и вести дело к забастовке в сентябре за два месяца до непосредственно акта сокращения. И как прошла компания? Да, компания прошла отлично. На самом деле из всех компаний, которые проводил я, их было шесть или семь, это единственная компания, которая прошла вот так, как должно быть. Мы всюду предугадывали роботодателя, действительно успели лавировать как-то между его проблемками. И поэтому, я считаю, мы достигли результата. Ну, о трансмарше, я так понимаю, можно говорить долго, может быть, мы когда-нибудь отдельно на эту тему пообщаемся. Ты сказал, что многое ты бы сделал по-другому, да? Это значит, что ты многому научился за прошедшие годы. Скажи, как это в профсоюзах поставлена учеба, учеба, переработка опыта? Органайзеры вообще учатся на старых ошибках? Это проблема, собственно, которую, не знаю, я считаю вообще главной проблемой профсоюзного движения, потому что успехи есть, неудачи тоже есть. Но они локальные, о них никто не рассказывает, этот опыт никто не анализирует, и он исчезает, по сути, в небы дитие. И каждый раз мы все повторяем заново, каждый раз мы стучимся в одну и ту же закрытую дверь и разбиваем одни и те же шишки. Обучение есть. Я непосредственно участвовал в пару профсоюзных школ, которые были, на которых рассказывали тактики, как правильно бороться, делились методами. Но реально, это капля в море, и оно мало что меняет. В свое время, да, был такой известный проект Калужская школа органайзинга, да, я так понимаю, она проходила под эгидой Конфедерации труда России, и Новопров, он тоже входит, да, в эту структуру. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом объединении и о том, какие есть другие объединения в своем опыте контактов с ними. Да, надо сказать, что я на данный момент знаю две крупные межфедерального уровня структуры. Это ФНПР, собственно, известная Федерация независимых профсоюзов России, которая родилась из Советского профсоюза, из независимых профсоюзов в 90-е годы. Потом Конфедерация труда России, насколько мне известно, родилась из... Ну, по крайней мере, поднялась на плав после 2007 года, забастовки, самые известные, на Всеволожском заводе в Питере. И третье – это соцпроф, по которому мало что известно. Единственное, что ходят слухи, что это как-то связано с администрацией президента. По крайней мере, это профсоюзы, которые поддержали пенсионную реформу, что говорит о некой их ангажированности. И были ли какие-то конфликты, контакты с официальными профсоюзами? У меня? Да. Да, я вначале абсолютно не разбирался в профсоюзной теме, и у нас тогда с коронавщиками была эта беда. И я, собственно, просто отослал три письма на три почты, ФМПРовскую, КТРовскую, нет, не два письма, на ФМПРовскую, КТРовскую, о том, что, ну, я хочу создать профсоюз, что необходимо для этого сделать. Мне ответили только из ФМПРа на тот момент, это Межрегиональный профсоюз с рабочих автомобилистов тогда был, и поэтому я под КТР, собственно, развивался с ними, сотрудничал. Но за все это время я пытался выйти на ФМПР, потому что, ну, ходит много разных слухов, и я сам работал на предприятии, и знаю примерно, как выглядят некоторые профсоюзы из-за внутри. Но я все-таки знал о том, что есть некоторые нормальные люди, живые первички и так далее, и хотел прозондировать почву в своем городе, в городе Омске, выяснить, насколько действительно этот профсоюз ангажированный. И все контакты, у меня их было, ну, много, это и профсоюз строителей, и профсоюз, как бы, металлургический, и профсоюз, так скажем, учителей, и везде это был такой ужас, то есть там люди либо откровенно занимались карьеризмом, либо откровенно просто продавали рабочих, либо просто боялись и непонятно вообще, что они там делают. Вас, людей, которые занимаются профсоюзной работой, часто обвиняют в экономизме, тем, что, вот как говорил Ленин, да, в работе, что делать, вы занимаетесь работой, которая только вредит, да, левой социалистической идее. Вот что бы ты ответил на подобное обвинение? Ну, тут, когда я общался, тут надо выяснить у людей, что значит экономизм. В конце концов, там, мне высказывали разные термины, но я оставился на одном из терминов, это когда люди забивают болт на политику, отдают ее, так скажем, либералам, а сами занимаются только экономическими проблемами, конкретно в профсоюзах. Конечно, это не так. Вот если говорить вот об этом экономизме, то, конечно, никого нет экономизма, потому что большинство, ну, как бы людей, с которыми я сотрудничаю, это левые активисты, больше, чем профсоюзные органайзеры. То есть это люди, которые в маркетинских кружках каких-то занимаются и, собственно, ведут какую-то политическую жизнь. И задача основной, которую они ставят, это показать, собственно, рабочим на деле, на практике, что в рамках нынешней системы решить проблемы окончательно невозможно. И для того, чтобы их решение было решено, нужно задуматься о каких-то других, более прогрессивных изменениях, так скажем, общественном строе. Есть немножко другая концепция о том, что левые активисты должны заниматься исключительно рабочим движением. Но ведь есть люди, которые занимаются, например, образованием, проводят кружки или пишут книги и исследуют нынешний капитализм. Кто-то занимается экологическими проблемами. Мы все помним эти скандалы со свалками. Кто-то занимается женским движением в борьбе за женское равноправие. Кто-то занимается проблемами ЖКХ или представляет интересы людей в муниципальных советах и так далее. Вот как, по-твоему, соотносится рабочее движение и вообще должны ли левые заниматься не рабочим движением? Не, ну, наверное, я не могу говорить за всех, кто я такой. Ну, они должны заниматься, наверное, всем. А кому что по душе угодно, не знаю. Но просто я на данный момент вижу основной корень все-таки в рабочем вопросе. Почему? Потому что мы 8, а иногда и по 12 часов проводим на работе, а оставшийся час времени у нас очень маленькое. И поэтому основные вопросы, которые я в своем окружении вижу, все-таки вопросы работы, вопросы рабочие. И даже больше могу сказать и всех там своих родственников, друзей и так далее. Если бы даже в нашей стране все дороги были ровные, не было бы коррупции, это мало бы, что изменило настроение людей. А вот если бы им завтра выделили зарплату, грубо говоря, в два раза больше, потому что они боролись за это, то это бы сильнее подняло их дух, чем все остальные вопросы. Я вижу реально, что, ну, мое мнение, что рабочие вопросы для людей более важны, чем все остальные. Просто они не верят в то, что их можно решить. То есть задача вас, как органайзеров, убедить, что их решить можно. Но такой еще вопрос. Вообще левые ходят к проходным, ну, десятилетия, да, и раздают там свои газеты, пытаются общаться с рабочими, создавать свои первички. В чем принципиальное различие вашего подхода и вот такого традиционных, можно сказать, религиозных походов к проходным? Нет, просто я тоже так в свое время ходил, состоял в свое время в КПРФ и ходил с ихними, так скажем, абсолютно ни к чем газетами, которыми я ходил, я не знаю, что у них там стоит. В общем, в целом, к проходным общался, я не понимал, зачем я хожу, не понимал, какой из этого эффект, не понимал, в чем в этом и для чего это делать. Впоследствии, когда я стал заниматься этим, ну, так скажем, более профессионально и изучать международный опыт, изучать российский опыт, советский опыт, изучать опыт 90-х годов, пытаться понять, что нужно делать, чтобы действительно появилась боевая прослуживная первичка, которая выживает, которая может бороться и у которой есть эффект и которая со временем левеет больше, чем желтеет, так скажем. Я выяснил несколько вещей. Во-первых, не нужно как бы... Ну вот, в чем разница того подхода с нами? Они просто ходят и делают такую молчаливую раздачу, которую мы, когда к нам кто-то присоединяется, но вообще бьем по рукам. Нельзя делать молчаливую раздачу. Если ты идешь на раздачу, ты обязан говорить. Ты идешь для того, чтобы общаться и больше прослушать, больше выяснить что-то у рабочих, чем просто раздать какой-то материал. Во-вторых, ты должен выглядеть адекватно и нормально. Это очень важно. Как бы я не относился к разным людям, у разных есть разные характеры, но если на проходной стоит чувак, который с такими дрожащими руками передает газету и смотрит с какими-то такими округлыми глазами на рабочего, доверия и какого-то адекватного общения не получится. Тебе все время будут относиться к народному телу. Ты должен быть своим и своим сразу. И ты должен быть уверенным. Например, главное, что мы говорим людям, не надо ничего выдумывать. Сразу, если ты как бы, не знаю, считаешься коммунистом, левым считаешь и так далее, социалистом, не бояться этого слова, говорить им, тебя может там пофыркают или еще что-то скажут. Но за мой опыт рабочие лучше относятся к тем людям, которые уверенно говорят в своих точках зрения. Ну и скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал молодому левому активисту, который хочет работать с рабочими, какие, может быть, советы ты ему дашь? Самая главная проблема, с которой лично я сталкиваюсь, потому что у нас есть такой эффект выжженных полей. Это когда люди допускают ошибки в создании профсоюзов, и потом там невозможно создать профсоюз, потому что люди теряют окончательно доверие вообще к профсоюзам, к левым активистам, к тому, что можно что-то достичь и загибается очень сильно под работодателя. Выжженное поле это когда профсоюзную компанию проводили неправильно и допустили какие-то ну совсем откровенные ошибки, которых допускать, если ты изучил весь опыт, нельзя. Поэтому те, кто хотят этим заниматься, самое главное это для начала сесть и поизучать немножко теорию, как и в любой другой жизни, не знаю, не для высшей математикой заниматься, если ты там в школе только 2 плюс 2 считаешь, а профсоюзная нормальная работа это на самом деле что-то сродни высшей математике, там есть свои правила, есть свои законы, есть свои теории, есть свои гипотезы, есть свои доказательства, есть свои подходы, и нужно все их изучить, выбрать для себя то, в каком русле ты будешь развиваться, ему соответственно, потому что допускать детские ошибки нельзя, главное, когда ты занимаешься профессиональным организмом, понимаешь, что ты берешь на себя ответственность за то, куда ты вовлекаешь людей, и ответственность, это она немаленькая, действительно, и поэтому нужно тщательно выбирать, то есть первое, это учиться, учиться действительно здесь нужно, и есть чему учиться, второе, это прежде чем там кричать о каких-то там громких вещах, лозунгах и так далее, общаться, общение вообще в профсоюзной самое главное, общаться, 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 и пытаться общаться с людьми, как с людьми, не возвеличивать их, не говорят, что это какие-то рабочие, там, великий пролетарий, железный батальон пролетариат, обычные люди, мы все, в принципе, пролетари, и поэтому общаться, я не знаю, можно, впоследствии, когда я прошел несколько компаний, я уже даже дома, когда сижу там с какими-то дядями, тетями общаюсь, я вижу в них, в том числе, Что это работники, я не знаю, какой-то резиновой там мастерской, так скажем Что это продавец Я пытаюсь там ненароком там в разговоре выяснить, какие у него есть проблемы и так далее Всегда, ну я вижу, что раньше бы я это не делал А это при правильном разговоре, само собой, у людей есть проблемы Они кипят внутри, они их выкладывают, они об этом говорят Действительно все есть так, не боятся общаться Это, наверное, вторая вещь Ну и, наконец, третья вещь Это... Ну, это... Передавать свой опыт Который вы накопите Потому что это главное Про союзы живут и умирают Как и любой другой организм И мне много таких способов известно Мы все иногда уходим в бытовуху Иногда просто у нас не хватает времени Иногда мы как-то разваливаемся И вот тот опыт, который мы набрали своим собственной шишкой, кровью Пусть даже выжженные поля Его важно передавать Без передачи своего опыта Про союзное движение будет все время крутиться в одном и том же соке То есть, я так понимаю, ты говоришь о определенном росте профессионализма Да, занятия рабочим движением То есть, это не то, что должно делаться с кондачка Да, потом собрались, напечатая листовку и пошли к проходной Но это полномерная работа, поставленная на профессиональные рельсы Да Я видел, что вы принесли какую-то литературу Образовательную, да, наверное Расскажите, а не покажите Ну, на самом деле, это брошюры, выпущенные профсоюзом Первый называется «Профсоюз для чайников» Выпущенный Международной федерацией металлистов зарубежных, так скажем, профсоюзом Второй – это маленькая брошюрка, но тоже полезная «Уководство действий Межрегионального профсоюза Рубочей социации» Но кроме этих брошюр, у меня, к сожалению, в живом экземпляре Это проблема, что этой литературы очень мало Не нашлось других книг, которые я посоветую Во-первых, я посоветую книгу Манделя по забастовке 2007 года на Всеволожском заводе «Форде» Он очень хорошо ее проанализировал И, ну, это такая небольшая книженция Ее в интернете легко найти, вот всем посоветую ее найти Там очень хорошо рассказывается практический опыт Как нужно работать с профсоюзами Как нужно оказывать солидарные компании Как нужно вести долгую профсоюзную компанию Как рабочие в процессе компании становятся левыми И как за этим, так скажем, наблюдать И какие с этого делать выводы Он очень хорошо проанализировал Мне это прям понравилось Вторая вещь, которую я посоветую Но ее прям нужно поискать Это, в общем, Международный профсоюз работников связи американский По-моему, она то ли 80-х, то ли 90-х годов И, собственно, они рассказывают про тактику создания профсоюзов органайзинга Там очень много лишнего, но она большая И именно вот про тактику Какие есть приемы борьбы с работодателем Какие есть уловки борьбы с работодателем Какие есть методы борьбы с работодателем Там это прекрасно рассказывается В чем еще большой плюс здесь нужно учесть Потому что многими воротят нос Это типа зарубежные профсоюзы Там как бы, я не знаю, шпионы, госдепы и тому подобное Есть важная вещь в том, что у них капитализм развивался уже давно У нас он начал развиваться только недавно И все лучшие тактики капитализма приходят с запада Наши работодатели учатся в лучших зарубежных школах В которых их обучают бороться с работниками Бороться с профсоюзами и так далее Нам тоже нужно перенимать, в том числе и опыт зарубежных профсоюзов Не перенимать слепо, когда мы тупо должны здесь повторить и так далее Но хотя бы проанализировать их И понять, как можно их лучше переложить на российскую почву Или как можно их использовать в наших реалиях Это важно Поэтому основная литература, о которой я, конечно, говорю Это зарубежно-российская достаточная литература Кроме как выпущенной профсоюзом Мне неизвестно Возможно, она есть Внизу под видео будет ссылка на часть тех работ, о которых говорит Кирилл Ты только что сказал, что работодатели на международном уровне Они учатся, как бороться с рабочим движением А как вообще обстоит дело у профсоюзов? Аархистские сотрудничатели, они с западными профсоюзами И очень часто можно встретиться с мнением, что если вы имеете какие-то отношения, например, с профсоюзами из США И с Германией, Англией, то вообще предатели нашей светлой родины Вот что бы ты таким людям сказал? Ну, вера в подушение, что они не марксисты Потому что интернационализм, по мне, это вообще одно из главных качеств марксиста А во-вторых, то, что там не все тоже так хорошо Это факт Но то, что на России мир не замкнулся И то, что наша планета Земля, в ней, не знаю, больше ста стран уж точно И в каждой из этих стран есть свои пролетарии, свои рабочие И в каждой из этих стран они проходят свой опыт И этот опыт разнообразный И этот опыт стоит точно изучать И из него тоже делать выводы, его использовать Это точно Это первое А второе, солидарность Реально, на моем опыте все лучшие компании, которые выигрывал я Они выигрывались даже не за счет коллективных действий, забастовок и так далее Это тоже, но большую роль оказывала солидарность Общественные движения, которые поддерживают работников Выступления рабочих зарубежных стран Например, я приведу просто короткий пример, который меня очень впечатлил Но когда на заводе в Севолжске, здесь, в Питере, была забастовка 2007 года По международным линиям, рабочие Форда в Германии и в других странах Европы Отказались поставлять запчасти сюда, на завод Они заблокировали своими телами склады, чтобы сюда не приходила продукция Чтобы, не дай бог, российский завод Форд не выпустил за место рабочих продукцию И единственный завод, который решил поставлять сюда продукцию, чтобы на это заработать Это был испанский завод Там рабочие решили это делать Но Германия тогда, германские рабочие, отказались поставлять на испанский завод вообще какие-то запчасти Они просто зарегистрировали дорогу и не пускали Это просто для меня прекрасный пример солидарности В результате на российском заводе Форд, вот во время той месячной забастовки Ну, было выпущено не так много машин, как могло бы быть Второй пример солидарности, который тоже очень известен Это то, что профсоюз моряков, он, собственно, существует за счет этого За счет того, что ни один порт в мире, по крайней мере, из основных Не будет принимать судно, если на нем не существует Если его рабочие не стоят в профсоюзе В результате это ведет к тому, что создаются профсоюзы, не знаю, даже на зимбабвийском порту Прекрасно, потому что, по мне, пример солидарности Такой профсоюзной культуры, которую надо однозначно перенимать Ну, а как обстоит вообще солидарность у российских рабочих? Высок ли ее уровень? И в чем причины, может быть, очень высокого или очень низкого уровня? Ну, когда мы говорим о российских рабочих Пролетариате в более широком смысле То здесь нужно принять во внимание, что солидарность даже не главный минус его Отсутствие солидарности А отсутствие вообще какой-то веры Какой-то в то, что борьбой можно чего-то достичь Наши рабочие, ну, это реально так Я как бы не клеймю их И эта жизнь так как бы сложилась Наша история так прошла, что так получилось Но они действительно считают, что борьбой Заживешь себе только шишки на голове и уйтишь с предприятия А вот воровством каким-то там подпольным Какими-то там, короче, лизанием ноги начальству Или там, скажем так, нахождением более лучшего места Можно заработать больше, чем борьбой в профсоюзе Это факт, это культура, которая у нас существует с 90-х годов И пришедшее сейчас молодое поколение рабочих Оно с этим как бы противостоит этому Потому что когда ты приходишь, ты не хочешь никому лизать задницу Под кого-то подстраиваться Это все происходит со временем После того, как ты набираешь эти шишки Но вот пока что рабочих, эта культура ломается Я вижу откровенно, что на предприятиях, фирмах, торговых точках Не знаю, там, в магните, окей, там, в чему угодно Среди дальнобойщиков Культура вот подлизывания и воровства Какого-то бойкотства Она больше меняется на культуру открытого протеста То есть меняется поколение, да? Да, одновременно Вообще, кто более падок, скажем так, на профсоюзную пропаганду? Люди какого возраста? Более падок на нее, как и везде, молодые Но они лучше всех вспыхивают Действительно, я не знаю, если где-то застаешь молодого рабочего Ему там очень легко завлечь какими-то вещами У него горит душа Он еще как бы не боится потерять рабочее место Он еще не боится там свою зарплату небольшую потерять И столкнуться с работодателем Для него, наоборот, все это круто, интересно и так далее Но они как вспыхивают, так и быстро перегорают Он сегодня может кричать на баррикады А завтра, не знаю, уехать там со своей девушкой Куда-то там за город И подставить всю профсоюзную компанию Основную работу в профсоюзах И это реально так по моей компании Выполняют середники Это возраст где-то 30-40-45 лет Вот такой возраст Это люди, которых сложно зажечь К ним нужно найти подход Но когда ты находишь точку, которая их подымает Они уже просто так не отойдут То есть у меня были вот истории Когда откровенно приезжали, не знаю, какие-то полицейские кордоны Пытались прорвать, в общем, какую-то охрану Так скажем, на предприятии И эти середники не боялись даже полиции Так скажу, что не в обиду будет сказано Но некоторые там левые, гражданские Так скажем, во время каких-то митингов Так своих пикетов Они менее себя боево ведут Чем вот эти вот рабочие Как будто действительно, не знаю Ну вот в этом моменте я видел железный батальон пролетариата Но это сложно довести их, как скажем так, до этого момента Но они действительно готовы в этот момент на многое Речь о том, что в них стрелять никак не пугает Это факт Но это долгая, полномерная работа Ну вообще, то есть Видишь ли ты рост сознания тех рабочих, с которыми работаешь в профсоюзе? То есть становятся ли они более сознательными? Ну и в широком смысле вообще становятся ли они левыми? Да, это вопрос, который задают очень часто Типа, зачем работать с профсоюзами Ты только, как, грубо говоря, лакей Решаешь их только проблемы И ничем как бы не помогаешь Не ведешь дело к изменению общественного настроя Не решаешь какие-то свои идеи и идеалы, за которыми ты пришел Но по факту я могу сказать следующее Что вначале, я когда занимался профсоюзами Я больше в этом видел какую-то, не знаю, филантропскую цель Мне просто нравилось, как бы, ну так скажем, самореализовываться Вот в том числе сказать Но со временем я увидел, что рабочие в хорошем демократическом профсоюзе Которые проходят коллективные действия Они стихийно становятся левыми Они уже осознают противостояние своих интересов с интересом работодателя Они уже понимают, что все государственные органы работают на машину работодателя Они уже понимают, что эту проблему в рамках этой системы не решить Они уже считают, что только коллективными действиями, солидарностью они сильны Они себя начинают осознавать как рабочий класс И проблема остается, что именно в этот момент Когда у них есть доверие к тебе и так далее И нужно немножко подталкивать к тому, а каким может быть следующий строй А куда, если как бы не в этом строе, можно решить их проблемы А как можно вообще жить по-другому И просто на моей памяти было несколько людей Которые там, не знаю, в свое время там Ну, радовались за Путина Говорили, Жириновский это наш Там вот все дела и тому подобное После того, как они проходили, так скажем, итальянку Я не знаю, какие-то забастовочные действия Их мнение менялось И потом встречаю этого рабочего, который уже там работу потерял или еще что-то Я вдруг узнаю, что он, не знаю, он там прочитал Ленина, Троцкого, Сталина Ну, чего только у него там душа не падала Он какие-то ролики уже в YouTube смотрит То есть он становится левым И я спрашиваю у него, ну просто, а что тебе послужило? И он обычно говорит, да я вот как-то задумался Типа, ну вот, мы такие, как бы мы делали многое Мы многого добивались, но все это не приводило ни к чему хорошему И мне нравилась именно та солидарность и та коллективная вот эта, так скажем, сплоченность наша И я хотел найти какому-то это объяснение И я все время натыкался найти ресурсы А потом, когда я читал эти книжки, прямо мне откровенно люди говорили Я видел, что это про нас написано Про меня там, про людей, с которыми общаюсь и так далее И для меня это главное показать Люди становятся левыми, но стихийно То есть, чтобы придать этому маневру организованность Конечно, нужно в эти моменты, ну, подавать свою точку зрения Делать их, так скажем, дорогу более мягкой Ну, к тому, о чем мы думаем А можешь ли ты дать какой-то среднесрочный прогноз Развития рабочего движения в России? Как ты думаешь, как будут меняться? Да, но я могу только сказать по своему опыту Что я про союзное движение с 2013 года Да, до этого я, в принципе, сам много работал на заводах Потому что я некоторое время был программистом И настраивал конвейеры У меня много очень друзей рабочих и так далее Поэтому немножко знаю, как бы, отношения до и после Я могу сказать так, что на данный момент По крайней мере, в той среде рабочих, с которыми я общаюсь Настроение меняется радикально Если раньше они были не левыми, не правыми Но они были нейтральными Типа, пусть там все происходит, но это без нас У нас здесь своя жизнь, мы переживем и так далее То на данный момент, в связи со всеми событиями Которые произошли недавно И давно, в общем, неважно Но они радикализируются очень сильно Вопрос только в какую сторону В правую или в левую Это вопрос, который, наверное, будет решаться Вот в текущей истории Но то, что они радикализируются То, что они ищут свои структуры В которые нужно организовываться То, что они ищут ту форму В которой выразить свой протест То, что они ищут те направления По которым они будут идти Это факт Поднимаются уже даже какие-то старые работяги Которые раньше готовы были лизать в жадницу И говорили, что завод наш Они понимают с разными требованиями Но это факт, что они ищут, в чем сделаться Вопрос только в том, наверное Кем они станут Либо государство обратит, так скажем, господствующее Это в свою сторону Возникнут какие-то структуры Вблизи единой России Вблизи каких-то комитетов Вблизи каких-то социальных групп Которые направят этот протест в нужное русло Либо в это влезут как-то правые И обратят это, как всегда Против национальных групп Против мигрантов Против какие-то борьбы Либо мы все-таки левые Сможем найти подход К этим радикализировавшимся группам Объяснить, что на самом деле происходит И перетянуть их на свою сторону Наверное, вопрос стоит вот так В ближайшем будущем Ну и ты еще говорил Что являешься участником проекта «Факелы» Расскажи, пожалуйста Что это за проект? Чем вы занимаетесь? Кто в него входит? Ну, этот проект Собственно, возник недавно Он возник с того, что В Омске, когда у нас уже было Два-три профсоюза На тот момент более-менее рабочих Мы задумали такую тему Чтобы распространять, так скажем Культуру о том Что в профсоюзе можно чего-то достичь Что профсоюз это не только Контора по раздаче путевок И что вообще он должен заниматься другим Мы начали выпускать сначала Еженедельные листовки На всех заводах Как бы города Омска А потом мы поняли Что формат листовки нас не встраивает Мы стали выпускать газету В которой рассказывали о проблемах На тех предприятиях, на которых мы работаем И о тех, как бы, возможностях Которыми можно решить Эта газета очень заходила отлично Прям ее, ну, вначале у нас брали Два из десяти где-то человек В среднем А в конце у нас оказывался только один из десяти И у нас ее очень просили С нами очень общались Со временем у нас завязалось Очень много связей на новых предприятиях Люди начали выходить на нас Со своими проблемами быстрее Чем на какие-то другие органы В результате мы помогали им лавировать Избегать каких-то ошибок Или, наоборот, присоединяться к нам Мы обрели силы И, ну, вот в тот момент Это реально было так И у нас было очень много возможностей Для проявления солидарности Мы начали рассказывать этот опыт Другим группам, с которыми сотрудничали По профсоюзу И они захотели это перенять И этим взяло в самом начале Барнаул и Калуга После мы решили объединиться И создали проект вокруг вот такой Ежемесячной выпуски рабочих газет Который назвали «Факел» А как формат газеты? Какие статьи публикуются? Да, ну, так скажем Это формат А3 На нем публикуются обычно четыре статьи Работаем мы, в принципе, так Сначала у нас, так как много обратной связи Много связи у нас в рабочем Мы пытаемся найти те проблемы, которых интересует Выявить ту, которую вот на данный момент Лучше всего было описать Это либо проблема с сверхурочными Либо проблема с невыплатой заработной платы Либо проблема, не знаю, пенсионные реформы Либо проблема с тем, я не знаю Что, допустим, транспорт Какие-то проблемы, которые интересуют Больше всего тех контактов, с которым мы работаем После этого мы пытаемся По этой проблеме собрать материал То есть, пообщавшись с контактами Набрать огромное количество фактов После этого мы пытаемся, используя юристов, каких-то профсоюзной структуры, наш план проведения кампании, предложить людям план, как это можно решить, пусть для каждого конкретного предприятия. И дальше вот такие статьи мы выпускаем в газете. После этого мы во время раздачи также беседуем с рабочими, пытаемся узнать их мнение по этому поводу, будут они это делать, не будут они делать, соответственно, что они считают и так далее. И мы набираем обратную связь, соответственно, с которой мы газету немножко меняем. И есть ли какие-то успехи у газеты? Ну, я, наверное, их озвучил. То есть суперски. А, наверное, самый крупный успех для меня. Это успех в Барнауле, вот в Алтай, который был недавно. Один из наших активистов, который, собственно, участвует в газете и пишет свои статьи, когда к нему пришли его коллеги, а он, надо сказать, что не раздает газету, потому что есть опасность, что его увидят, уволят и тому подобное. И поэтому он, как бы, другие там раздают, он в раздаче не часто, его никто не знает, что он связывает. И к нему пришли его коллеги и говорят, слушай, вот здесь в газете рассказывают про то, что вот эта проблема, у них была проблема с тем, что ставки по сварке, по-моему, понизили. То есть раньше им платили, по-моему, за 10, грубо говоря, рублей за сваренную деталь, а сейчас стали платить 5 рублей. Они говорят, что, вот слушай, в газете писали этот материал, а этот материал писал с его слов, и рассказали, что, ну, вообще-то это неправильно не только в российском законе, но что мы этим можем достичь, если делаем так и так. Это реально выглядит адекватно. Слушай, давай, может, ну, типа, как-то сорганизуемся, что-то сделаем. Чувак нам потом звонил и говорил, это прикольно, круто, что они пришли, мне принесли мою же статью и рассказывают про это. У него завязались контакты, я знаю то, что сейчас идет работа, не знаю, в какой стадии и, как бы, к чему она ведет пока что, но это круто, такие контакты заводятся. То есть, я так понимаю, сейчас факел распространяется в каких городах? Барнау, Калуга и Питер, наверное, основные. И еще есть Тольятти и, наверное... А, и Омск, собственно. Да, все. А есть ли там региональная составляющая? Или это одна газета для всех регионов? Ну, каждый из регионов мы решили так, что свой листок еще вкладывает, в котором, если какой-то материал не влез в газету, но ему очень важно своего региона рассказать, а при этом не интересуют другие регионы, он туда добавляет. Как вы хотите дальше развиваться? Как вы видите будущее факела? Мы хотим, чтобы к этому присоединилось больше регионов, потому что основная идея, которая у нас была, в принципе, это рассказать рабочим о том, что проблема их завода, это не проблема их завода, и это не проблема их региона. И это даже в идеале не проблема их страны. Это проблема, ну, как бы, скажем, всего капитализма, всего рабочего класса, ту роль, которую он занимает при капитализме. То, что рабочие владают этими людьми, это точно. И мы хотели бы, чтобы больше людей из разных предприятий рассказывали про свои проблемы, чтобы люди видели, что проблемы одинаковые, и чтобы они не просто жаловались, а показывали, что с этим можно бороться. Потому что, например, когда я сильно ввязался в эту тему профсоюзную, я выяснил, что есть очень много вещей, которых мы не знаем. Там, когда горят все забастовки, никто, ну, из моих друзей, как бы, может, кто-нибудь вспоминает, там, про Камчатку вот была недавно, про, как бы, Форд, который был давно и все. А, допустим, за 2018 год, по статистике, которую я успел добыть, по связям, Российской Федерации прошло около, ну, 60 забастовок. Мы о них ничего не знаем, и это плохо, потому что это огромный опыт, который нужно доставать, чтобы, как бы, некоторые контактеры об этом рассказывали. Потом есть, например, отличные первички в Качканаре, они состоят в НПРе, и вроде бы насквозь гнилые, но они прям, ну, это прекрасные боевые первички. И они стоят в НПР только потому, что, ну, больше им негде там состоять. Есть прекрасные первички среди шахтеров Кемерово, среди рыбаков на Приморском крае. Их опыт очень полезен и левым, и рабочим, и так далее. И очень важно, ну, выходить на них, об этом рассказывать и этот опыт распространять. Кирилл, я знаю, что на профсоюзных тренингах, да, учат людей общаться, до профсоюзников общаться с рабочими. И вот нас сейчас смотрят простые рядовые левые активисты, которым мы этому не обучены. Давай поиграем немножко, представим себе, что мы на семинаре, и ты, вот, как профсоюзник должен общаться с рабочим. Вот, давай. Я вот ведущий канала Station Mark, злые бружуи эксплуатируют, заставляют работать по 12 часов в сутки, брать интервью разных интересных профсоюзников. И вот ты приходишь ко мне, значит, на проходной на житель студии и пытаешься раздать, значит, свой факел, зажечь его, так сказать, в моем сердце. Как должно происходить общение профсоюзного активиста, органайзера с рабочими? Ну, я тебе так не расскажу по факту, но как бы я это делал? Во-первых, я обычно приезжаю на проходную раньше, чем пройдет раздача, может, за день, за два. Я анализирую подступы, как идут люди к проходной, где у них есть места, где они могут остановиться, покурить, потому что в дороге их сложно останавливать. Я анализирую, где места лучше освещены, где меня лучше видно, где ко мне больше доверия может вызваться. Дальше я пытаюсь найти в интернете все про это предприятие, про тех рабочих, которые пойдут. А дальше я пытаюсь вообще почитать, кто такие, грубо говоря, допустим, там токаря. Какие такие токаря, какие у них существуют разряды, какие у них существуют заработные платы, какие у них, грубо говоря, что они делают в этом заводе, как они могут делать. Набравшись всей этой информации, выяснив места, я, грубо говоря, прихожу в момент прохода рабочих на проходную, нахожу ищу тех людей, которые, вот он остановился такой в нерешительности, он никуда не спешит, ему что-то интересно пообщаться. К нему подходишь обычно. У меня есть несколько подходов, которые я использую, разным людям по-разному использовать. Я иногда говорю, слушай, а что у вас на предприятии, допустим, токаря получают? И начинаю уже каким-то терминами сыпать, чтобы было понятно, что я как-то с этим связан. Никогда не пытаюсь врать, то есть говорить, что я пытаюсь строиться токарем и так далее, но пытаюсь зайти с этой стороны. Или подхожу, там, чувак, допустим, курит, я слушаю, о чем они говорят, услышу какую-нибудь зацепку, которой они говорят, и влазю тут же с этой зацепкой. И пытаюсь зайти. Например, когда я пришел, они рассказывали о том, что вот наши там самолеты, которые мы выпускаем на предприятии, они там в Сирии что-то бомбят и так далее и тому подобное. И я такой подошел, слушайте, говорю, а я знал про предприятие, которое тут же производит как бы другие прокладки, так скажем, для тех же самолетов. Я говорю, слушайте, а вот на том предприятии уже прокладки перестали производить, мое мнение, что очень скоро этот заказ сойдет на нет и вряд ли мы вообще будем много получать там и так далее. Ну и разговор завязался. Тут просто в ходе я там, типа, такой, когда мы уже такому полупанибрасту перешли, я уже там представился, сказал Кирилл и так далее. Они что, говорят, да я вот так ненароком сказал, что связано с тем заводом, что у вас, как вообще у вас дела обстоят. И разговор завязался, очень много узнал. В конце, если мне очень захочется, я захочу, я в какой-то момент скажу, слушайте, вообще у нас есть профсоюз, который иногда занимается такими проблемами. Вот материал, который может почитать всегда с собой какой-то, таскаю. И, может быть, оставите телефон, что-нибудь мы пообщаемся. На самом деле это реально канает. То есть это кажется так искусственно, но когда весь разговор к этому подводит, он получается. Либо у нас есть люди, я сам так не делаю, но у нас есть люди, которые работают откровенно. Они подходят к людям и просто в упору говорят, слушайте, я профсоюзный органайзер, мы исследуем сейчас сферу, допустим, токарей, какие у них все есть проблемы. Не расскажете ли я о них? И когда человек начинает рассказывать, он слово за слово, слово за слово, слово за слово. В конце концов строится длинный разговор, в конце которого он пытается взять у человека контакт, чтобы потом с ним поговорить отдельно. Еще из тех, которые я точно знаю, что работает, способов, работает способ собственно такой, садишься с рабочими к проходным, ездят развозки. Очень часто эти развозки никто не проверяет, ни документы, ничего. Ты прямо залазишь в автобус, садишься, стоишь, слушаешь, о чем говорят люди. И я не знаю, как в автобусе бывает. Я в автобусе иногда еду с кондуктором, там кондуктор соберет билеты, идет обратно и там на всех ругается, похожу, что сегодня день не удался. Он говорит, да, вот не удался день. Ну и слово за слово ты уже выясняешь проблемы кондуктора. Не знаю, это как-то так само получается. Дворник, он с утра выходишь, он снег убирает, говоришь ему, а что много снега выпало? Говорит, да, много. И потом слово за слово, а что он там во дворе, я вижу, что все прибрано. Так и там другая контора работает. А что там другие работают? Ну, потому что там мигрантов наняли, вот они отличные работают. А у вас что, тоже будет нанимать? Тоже будет нанимать, меня уволят. Ну и все, ты уже узнаешь проблемы. Это все как-то, не знаю, ну просто когда к человеку относишься, как к просто человеку так общаешься. Некоторые группы обвиняют вот таких профсоюзных активистов в экономизме, в том, что они отрывают политическую борьбу, вот экономической, и по сути дела работают на стабилизацию капитализма. Ну если все рабочие в ходе своей профсоюзной борьбы добьются хороших зарплат, то вроде бы им и режим менять не нужно. Нам и так хорошо живется при капитализме. И иногда это, по сути дела, даже вредит рабочему движению, говорят представители этих групп, приводя в пример забастовку авиадиспетчеров. Да, условно говоря, авиадиспетчеры побеждают, им повышают заработную плату, и одновременно работодатель повышает цену на билеты, да, и тем самым компенсирует за счет других рабочих вот эти расходы на авиадиспетчеров. И по сути дела в ходе профсоюзной компании, да, локальная группа рабочих выигрывает, но в целом рабочий класс не выигрывает ничего. Вот что бы ты ответил на такие возражения? Ну, во-первых, здесь вот этот пример, он плох тем, что это пример неорганайзинга на самом деле. То есть, возможно, его методы там были использованы, но органайзингу, как бы это цинично не звучало, ему плевать на экономические требования рабочих. Это инструмент для того, чтобы создавать боеспособные первички, которые могут достигать решения своих вопросов. Если мы на каком-то предприятии решили какую-то проблему рабочих, но после этого они разошлись и никакой профсоюзной первички не организовалось, то это плохой пример проведения профсоюзной компании. Во время профсоюзной компании достичь цель какого-то требования – это всегда второстепенная цель. Главная цель – это создать профсоюзную первичку. Это первое. Второе. Если мы создали профсоюзную первичку, но она дальше борется только за экономические требования, то по мне, и сколько я наблюдал такие примеры, это опять же проблема плохого проведения профсоюзной компании. Потому что когда мы остановились только на каких-то требованиях и не перешли дальше, это тоже неорганайзинг. В органайзинге, в тех правилах, в словах, о которых говорил, главное – это ступени. Мы там прям рисуем ступени, как мы должны возрастать, как борьба должна возрастать. И в какой-то момент из этих ступеней оно все равно появляется политическая борьба. И мы изначально говорим, что люди, вы с помощью трудовой инспекции ничего не добьетесь, что если вы будете даже сильным профсоюзом, вы все равно с этим проиграете. Но по мне главная роль, и говорить об этом в самом начале, мы, конечно, говорим, но это мало имеет эффекта. Самая главная роль успешной профсоюзной компании, когда появилась профсоюзная первичка, ее эффект, если его правильно разнести, окажет большую услугу рабочему классу. В свое время эффект, который возник после забастовки на Форде, когда его успех разнесли левые по всей Российской Федерации, привел к тому, что рабочее движение оживилось и начало идти по правильному пути. И, собственно, в этом я вижу главную политическую задачу. Это разносить правильный эффект построения профсоюзных первичек по всей стране, раз. Второе, это не ограничиваться, конечно, чисто экономическими задачами. Это просто неправильно, это как будто ты себе потолок обрезаешь. Но подходить к этому мнению граммах нам нужно. То есть кричать о том, что, ребята, завтра революция, человеку, который до этого читал о революции, там, не знаю, из сочинения Жириновского, это как минимум глупо и неумно. Поэтому нужно к этому вопросу умно подходить. Но я считаю, что главный политический эффект – это разнесение эффекта того, как строить боеспособные первички. Это оказывает большую услугу рабочему классу, это его организует, это делает понимание, чем его интерес отличается от интересов работодателя. И дальше уже вот этот рабочий класс, вот это движение, оно уже готово к приему левых идей. Сейчас у нас блиц, можно отвечать коротко или с пояснениями. Итак, поехали. Профсоюзная агитация – листовка на проходной или ролик в Ютубе? Листовка на проходной. Какие работники сейчас наиболее перспективны с точки зрения профсоюзной агитации? Ну, допустим, табачная промышленность – раз. Второе – автомобильная промышленность, все-таки два. И третье – транспорт. Какую бы оценку по пятибалльной шкале ты поставил нынешнему российскому профсоюзному движению? Три. Куда податься рабочему? В какой профсоюз? Вот сейчас нас смотрят люди, хотят куда-то вступить, сделать профсоюзное предприятие. Куда им обратиться в первую очередь? Ну, наверное, все-таки попробовать найти, раз я представляю на вопрос контакты, КТРовских каких-то профсоюзов, потому что они более, так скажем, боеспособные. А во-вторых, задуматься о создании своего профсоюза. Нет, все-таки в КТРовской структуре можно найти каких-то более адекватных людей, чем в других структурах. Конфедерацию труда России. Понятно. Расскажи о своем любимом профсоюзном кино. Порекомендую. И проиграли бой. Я его посмотрел уже четыре раза за короткий период. Я, к сожалению, не помню режиссера, но его можно найти. И он очень отлично для меня показывает, как нужно проводить органайзинг, а как не нужно. Для меня просто прекрасный пример. Я его посоветую. Выпущено по Джонсу Тейнбеку, по книжке про американскую депрессию. Ну и как в твоем представлении выглядит светлое будущее, в котором победили профсоюзы? Происходит роботизация производства. Рабочие за этим наблюдают. Они, собственно, помогают внедрять роботов, выбирают те профессии, где нужно внедрить роботов. Способствуют, рассказывают, сообщают с инженерами, рассказывают о том, каким образом их профессию можно роботизировать. И одновременно переучиваются на какие-то более творческие специальности. Наверное, как-то так это я вижу. Спасибо, Кирилл, за интересную, содержательную беседу. Мы желаем тебе удачи. Удачи профсоюзному движению России. С вами был канал Station Marks. Спасибо за внимание. Ставьте лайки внизу и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА